мнение разных ученых разных стран разных эпох у них там разные наборы все это очень познавательно но вот чего ни у кого из них нет так это функцию которую я в книге сам обозначил и назвал ее деньги как средство влияния и свои миллиардеры у них все как у нас но бедные там еще виднее наших бедных если у человечества в целом что вряд ли хотя бы у стран или сообществ стран есть какие-то цели планы что-то сделать конкретное они получить прибыль то они могут этого добиться опыт советского союза показал здравствуйте товарищи на авроре умная книга передача о том как надо умнеть незаметно сегодня мы продолжаем с вами разговоры с дмитрием калюжным автором книги деньги которые мы выбираем сегодня очередная передача на эту тему вы же вроде курите до дмитрий я тоже 30 лет курил вот смотрите открыл вот пачка сигарет на ней написано рак легкого ужасный да и ужасная надпись но на самом деле ведь сатана правит бал люди гибнут за металл и по большому счету деньги а точнее невозможность расплатиться по большому счету убило значительно больше людей думаю нежели собственно сигареты почему в при входе в банк не пишут деньги убивают будь осторожен пользование деньгами опасно для вашего здоровья но ведь изначально также не планировалось благими домерениями поддержать производство заемными деньгами продержать прогресс было это все придумано какие же функции денег нас убивают вы знаете я вам честно скажу вот перед тем как в 90-е годы когда у нас были высокие очень ставки просто сейчас они тоже не маленькие огромное количество моих друзей моего возраста на тот период им было от 30 до 40 лет ушли из жизни из-за того что они не могли из-за денег кого-то из них убили потому что они не смогли отдать день кого-то из них убили потому что они дали в долг не пойми кому надо кто-то из них добровольно ушел из жизни потому что не мог рассчитаться по проценту какой-то из годов я ежемесячно хоронил кого-то из своих друзей которые ушли раньше из жизни но банкстер да пропорядочный человек да считается так так о чем же это все то что такое деньги почему они нас убивают мы в прошлый раз говорили и надо наверное повторить бывают разные системы денег с разным набором функций этими функциями люди озадачены с 13 века все время что-нибудь добавляют и так далее говорят деньги это мера стоимости или средства счета это функция средства платежа ими расплачиваются или платят там долг или платят налоги средства обращения при их помощи товары ходят между людьми наконец средства накопления значит обращение накопления совершенно явно противоречит друг другу вот две функции которые противоречат еще есть функция которую предлагают самые свободомыслящие называют ее шестая функция денег масштаб цен но если в виде денег выступают ракушки то они могут быть только средством обращения если выступают современные деньги и накопления и обращения и стоимости и как угодно еще находит функцию международные деньги то есть всякого всякого очень много и об этом написано очень много научной литературы все студенты это изучают я в книге привожу мнение разных ученых разных стран разных эпох у них там разные наборы все это очень познавательно но вот чего ни у кого из них нет так это функция которую я в книге сам обозначил и назвал ее деньги как средство влияния деньги как средство влияния на экономических и политических субъектов берем мы современные деньги как они появились 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 они 300 лет назад в англии когда после нескольких веков борьбы с ростовщичеством была создана совершенно ростовщическая система денег то есть против ростовщичества выступала и церковь и светские власти потом постепенно светские власти перестали выступать потом постепенно другие народы кроме иудеев тоже занялись ростовщичеством потом это стало модным хотя и ограничивались аппетиты старались все-таки уменьшить их потому что в отдельные периоды ростовщики брали 40% и вот была создана система где все деньги берутся только от кредита и никак иначе раньше то было иначе раньше купец имеющий серебро приходил на монетный двор к царю ему печатали сколько ему надо монет из этих его слитков и он только оставлял 10% маржу да это называлась синьораж вот или там другими способами теперь нет у тебя нужны деньги пожалуйста бери в кредит берешь в кредит верни с процентом и вот этот процент по мнению некоторых ученых я называл Леетара в прошлый раз Бернера Леетара бельгийского специалиста вызывает ряд следствий во-первых бесконечную конкуренцию за деньги потому что их нужно вернуть с процентами но ведь печатали ты деньги в сумме кредита а в сумме процента их просто нет денег всегда не хватает второе они вызывают значит бесконечное стремление к росту экономики ведь это пирамида денег дано на миллион и вернуть надо миллион двести где взять еще двести надо чтобы кто-то взял кредит и пустил его в оборот тогда кто-то сможет вернуть а кто-то и разорится и наконец застой застойный уровень жизни людей при том что экономика постоянно растет то что мы сейчас с вами и наблюдаем а почему это происходит вот здесь вылезает такая функция о которой молчат все до одного их не изучают в институтах об этом не знают ни президенты ни премьеры это функция влияния на экономических и политических субъектов если надо где-то хоть тресни взять деньги иначе убьют как вы только что справедливо сказали что и происходило в 90-е годы то это на тебя повлияет и будешь бегать и искать эти деньги или сам кого-нибудь убьешь или разоришь ближнего своего или сам разоришься или сам разоришься или ты продаж заложишь дом и все-таки расплатишь средства честный человек или сбежишь за границу это средство это значит функция влияния значит оно влияет на государство любое государство выполняет конечно обязанности синхронизации интересов разных групп населения должно выполнять но чаще всего оно прежде всего смотрит на интерес тех кто его в основном кормит если государство кормит транснациональные корпорации сырьевые промышленные научные какие угодно это неважно то оно будет выполнять их интерес а их интерес получать прибыль потому что без прибыли они не расплатятся с кредитом и так далее мало того есть еще банкиры вот те кто получают деньги от своего центробанка или от федрезерва пускают их в оборот под процент и имеют с этого доход и следят чтобы получить процент и если оборачиваемость низкая и наступает кризис надо что-то делать и как правило правительство сразу кидаются спасать банки они берут кредиты у того же центробанка вливают их в банковскую систему придумывают еще что-то чтобы только запустить оборот денег и спасти банки в результате того что деньги влияют на них соответствующим образом вот об этом вот нужно знать то есть деньги последствия вот этих процентов и этого вот этой функции влияния разнообразные даже многообразные и они известны всем они многократно описаны просто никто с этим не связывает это кризисы кризисы происходят когда люди под влиянием денег уже не могут брать кредитов или люди под влиянием того что у них нет денег из-за их малого количества вообще в экономике не могут покупать возникает потребительский кризис или еще по каким-то причинам замирает оборот денег роста нет экономика рушится все умирают хотя заводы стоят на месте транспорт никуда не делся рабочие кадры сколько угодно потребность есть но деньги не поступают в оборот из-за того что влияние вот необходимости вернуть процент таково что надо остановить значит горячие холодные войны от чего они происходят чего с нами так дико воевал запад так называемый потому что он капиталистический ему нужно увеличивать рынки сбыта его нужно куда-то сбывать заметьте как только советский союз рухнул и их товары побежали сюда они тут же перестали кому-то доказывать плохие мы хорошие не перестали нас вообще обращать внимание и только когда мы опять начали подниматься они опять готовы устроить бучу и начинают устанавливать санкции почему потому что желание добыть деньги на продаже сжиженного газа в Европу влияет на решение руководства США и они объявляют санкции не дадим вам построить трубу вот это вот функция влияния надо изучать надо понимать как она действует и многое станет понятно далее углубление пропасти между кластерами богатых и бедных мы наблюдаем постоянно даже в кризис вот с восьмого года начался кризис каждый год нам сообщают насколько стал в среднем беднее народ и насколько в среднем повысилось количество миллиардов у миллиардеров насколько человек выросла вообще эта армия миллиардеров которых сейчас там всего-то ничего там два десятка но они в россии есть и они богатеют даже быстрее чем американские народ беднеет быстрее американского миллиардеры богатеют быстрее американского ну если это нормально в данном случае это так и должно быть в рамках этой модели которая сейчас изживает себя и скоро рухнет не знаю правда доживём ли мы жаль только жить в эту пору чудесную значит если это влияют деньги и влияют проценты на решение людей которые вот так поступают что вот эти богатеют и эти беднеют они именно так и поступают то значит понимание этого может привести в принципе к решению властей изменить вектор это может быть этого у нас нету но для этого вы понимаете ведь здесь же ситуация ну если касаемо нас то есть для меня очевидно совершенно что в рамках нашего так скажем управленческого корпуса есть у части элиты уже понимание что Россия должна опираться на свои силы другое дело что та часть которая считает что мы приказчики западных транснациональных корпораций ну и хорошо нам на наш век хватит а в крайнем случае мы найдем там себе виллу на Канарах или где-то еще то есть та группа тоже очень сильна но проблема ведь в том что у той части элиты в любом случае при любом изменении основа будущей так скажем главенствующей властной группировки закладывается в предыдущей не может не может вообще она не касаться этого но у меня такое ощущение что они не понимают что делать они не видят образ будущего они не видят как строить эту экономику возможно они не пользуются а экономику все равно надо строить потому что это базис хотя мы конечно мы же с вами марксисты в целом да ну у нас марксистский подход базис имеет приоритет не построив базис из головы попы очень тяжело чего-то добиваться очень тяжело ну я вот об этом и говорю что деньги как следствие влияния никто не изучает и почему то есть корень проблемы те кто принимают решения не видят они следуют стихийно за тем что им указывают нам нужны деньги главное у нас это прибыль вот течер писала путь к росту лежит через прибыль я знаю есть люди которых можно и нужно назвать великими разрушителями они мечтают уничтожить суть свободного предпринимательства главная прибыль свободное предпринимательство она понимает к чему она ведет понимают я думаю нет она учитывает только что то что она получает прибыль ну не она а те кого она представляет к чему это ведет для человечества для планеты она не понимает значит те люди которых она называет что мечтают уничтожить свободное предпринимательство на самом деле говорят о надежности выживания в этих условиях и в будущем когда противоречия обострятся которые говорят о справедливости в общественном условии которого можно достичь изменив некоторые параметры то есть есть люди которые говорят так которые говорят одни говорят этих надо уничтожить те говорят этих надо уничтожить это основание того что я сказал горячие холодные войны основание войны далее эти же значит деньги влияют таким образом что появляется коррупция экономическая преступность ведь это вот в нашей стране это можно просто показать на пальцах живут люди в советском союзе инженеры рабочие там бухгалтера вот они все у них все примерно одинаковая зарплата вдруг часть из них становится владельцами заводов миллиарды долларов и не умеют ими пользоваться еще и беда они еще и не умеют пользоваться но они их имеют они получают их сумасшедший доход а в это время государство назначает чиновников которые подписывают бумажки регулирующие передвижение значит средств денег и прочего и поведение вообще этих самых владельцев ну разумеется как же так он приходит так ты хочешь тут перекинуть несколько миллиардов ну ты не забудь мне же тоже надо это коррупция от чего она взялась от того что вот такое вот устройство денег да нужны деньги далее экономическая миграция масса населения чего она происходит потому что людям нужны деньги они бегут вслед за деньгами значит в москве сейчас есть значит общины со всех городов с омска с томска с владивостока откуда угодно вот они знают друг друга переписываться я наблюдал иногда в некоторых этих форумах они общаются они тут устраиваются чего они у себя дома не работают а нет работы деньги сбежали в москву да здесь есть работа там нет работы но это же и браделли писал да создание мир экономики да центр и периферия центр и периферия вот она периферия оказывается что на это повлияло злобность москвичей глупость руководителей и особая хитромудрость этих самых омичей томичей нет деньги деньги вот то что деньги надо взять в кредит отработать вернуть с процентом а там их нет и где же их чтобы вернуть то взять обратите внимание сколько последнее время у нас закрывается региональных банков потому что ну условно говоря к тому же самому сбербанку с головным офисом в москве очень тяжело разобраться как правильно выдать кредит в омске или в томске вот но реально то получается омский банк закрывается по той же простой причине деньги к деньгам а он маленький у него не хватает объема рынка по большому счету мало что не берут из-за того что маленький рынок так еще люди уезжают в москву да мы превращаемся в какую-то мексику в которой больше половины населения живет в столице в мексике но она хотя бы меньше нашей страны и там еще ткнул палку в землю она выросла чего-нибудь ну это где как там и гор хватает там их пустынь но все равно там легче жить человеку ну кроме того еще миграция ну у нас это своя история в европе своя мы же наблюдаем как люди туда бегут не только от войн сколько угодно бегут из африки именно потому что там нечего делать значит что по этому поводу можно сказать у меня цитатка есть прекрасная где она у меня куда я ее дел а вот в свое время в африке была повышенная по сравнению с европой плодовицы населения почему там очень высокая смертность высокая смертность детская особенно потому что там такой климат и микроклимат и мелкие всякие животные бациллы и вирусы вот они таким вот образом влияют и запад решил помочь ну не просто помочь а люди брали кредиты значит проводили научные исследования получили некие там вакцины от болезней чтобы эти вакцины привезти никто же просто так из них не возят никуда государство должно собрать налоги или тоже взять кредит и сказать мы сейчас позаботимся о несчастных африканцах они позаботились стали их вакцинировать и снизили смертность но опуляционные механизмы они очень долгопериодные долгопериодные они продолжают тянуться африканцы продолжают рождаться население все больше и больше значит смертность меньше и казалось бы это очень хорошо но а что делать дальше то еды у них по-прежнему столько сколько и было а то и меньше информационное агентство аврора наша точка зрения станет вашей точкой опоры значит а производства нового нет образования как такового нет и что им делать казалось бы надо брать кредиты и развивать вот эти все сферы но существует такое понятие как сложный процент это вам дают деньги начисляют процент пока вы там их используете и разовьете хоть что-то пройдет время проходит год значит на ваш процент тоже начисляют процент потом начисляют процент на тот процент который с процентом в нигерии был такой президент абазанджа он правил с 99 по 2007 год и вот он выступая в оон сказал все что мы заняли до 1985 или до 1986 года составляет 5 миллиардов долларов и мы возвращая эти кредиты заплатили пока приблизительно 16 миллиардов но нам уже напомнили что мы должны еще около 28 миллиардов которые появились в результате процентных ставок иностранных кредиторов если вы попросите меня назвать наихудшую вещь в мире я скажу что это сложный процент но если там ничего не создали у нее нефть есть и у нее есть свои миллиардеры у них все как у нас но бедные там еще беднее наших бедных надо сказать хотя там тепло и может быть бедным не нужен теплый дом но все равно и вот жители этих стран в поисках лучшей доли идут в Европу Европа им ближе чем Америка а то бы они и в Америку пошли почему они же видят телевизор и у них все таки есть какие-то учителя которые ему объясняют как Европа стала богатой Европа брала африканцев и везла их в Америку работать на плантации где они из-под палки и за похлебку вкалывали всю жизнь пока не сдохнут там очень много еще ирландцев было рабов а индейцы не могли ирландцам не надо бежать в Европу они и так там а индейцы да не хотели работать потом помимо этого забирали там массу богатств там есть значит металлы там есть этот бивень слоновый там есть золото много чего есть в этой самой Африке они приходили и брали или просто так брали или они платили чем же они платили я расскажу в Африке в ходу были раковины которыми расплачивались за все внутри стран и вот вожди племен отдавая своих соплеменников чтобы их отвезли в новый мир поработать на плантации брал раковины за бивень платили раковинами заставляя работать на месте платили раковины раковины добывали другие рабы на островах там недалеко от этой Африки они их там добывали везли на Зензибар там была могучая валютная биржа где за три франка можно было купить тысячу раковин и так далее все это работало но оборачивая свои франки и прочие валюты в Африке европейцы запретили африканцам оборачивать свои раковины в торговле с ними с европейцами и в Европе в какой-то момент когда они все из Африки высосали оказалось что там горы этих ракушек лежат горы буквально и они уже ничего не стоят они уже никому не нужны но мы же видели это не раз и в нашей истории ну ракушки просто ракушки да называются по-другому и африканцы которые это знают позвольте Европа такая богатая она там платит пособие по безработице у них и то и сё потому что они нас разорили пойдем туда и они вот идут они приходят экономические причины их заставляют что все это сделало деньги будь они ракушки или франки или доллары или евро процентные они там или как ракушки беспроцентные деньги заставляют это функция которая не учитывается а это надо учитывать и вот чего они к нам идут да они пусть они к нам не идут сами виноваты на самом деле если подумать вот так о надежности выживания к чему приводят ну вот мы начали с того что к чему приводят вот такие деньги как они разрушают одни думают что прибыль а другие говорят что нет вот что говорил Фидель Кастро смысл в том что ценные ресурсы которые могли бы служить многим поколениям ваши предприниматели свободно бездумно и быстро превращают в отходы а ради чего ради прибыли он будто спорит с Тетчер на кой она вам будет нужна и о каком росте вы тогда запоете когда ресурсы закончатся да ведь то что у вас получилось нельзя даже назвать экономикой и мы опять возвращаемся вот к этим вот последствиям этих процентов и этой ростовщической системы значит вот я говорил что преступность углубление пропасти экономической миграции но есть эти более интересные вещи например сейчас появилась новая даже отрасль как же она называется не помню инжиниринг что ли она какая-то такая это когда берут продукцию долго долговременную продукцию какую-то сложную техническую вещь ну холодильник там я не знаю стиральную машину и специально делают там одну маленькую деталь которая долго не проработает у меня был такой чайник я пришел к мастеру и говорю слушай что он меня перестал греть а он говорит а у него там вот такая вот штука стоит она да она вот больше года не служит я говорю ну так надо заменить а невозможно чайник он целиковый запаян ее не достать и он весь раскурочит я говорю что делать иди купи новый то есть чтобы фирма получала доход ей нужно выпускать много чайников но это же преступление столь неразумное использование ресурса в общем то конечного и долго восстанавливаемого а как же функция влияния денег на решение он пойдет на любое преступление если есть возможно нет такого преступления на которое не пошел бы капитал ради с каких там 300 процентов прибыли вот именно или холодильник значит холодильник может служить опыт наших советских может уже 40 лет зил точно может и больше ну предположим 40 даже 20 ну вот выпустили миллион холодильников больше никто не покупает ага говорят очень хорошо а мы вставим там детальку чтобы он больше пяти не работал и заменить нельзя было да и заменить ее нельзя значит можно выпустить 8 миллионов а это значит в 8 раз больше а энергия а металл а то в 8 раз больше сырья энергии на производство человеческого труда перевозок после нас хоть потоп загрязнения после нас хоть потоп или при нас хоть потоп да деньги заставляют делать именно это к сожалению современные деньги иначе влияют на жизнь людей чем прежние иначе раньше было все более стабильно особенно на Руси в России вообще была экономика так называемого семейного типа производим то что нам надо нам всего хватает и радуемся жизни сейчас нет сейчас стабильности нет зато есть рост но рост ли это если спросить его уже и нету и этого то уже и нету это застой то есть числа вроде бы растут вот стали мы выпускать ВВП на 2 процента больше а люди стали жить хуже ну мы же видим вот у нас сейчас есть какой-то рост а люди живут хуже в среднем да и то если отбросить именно средний показатель то что у нас обычно объединяет миллиардеров с этими самыми отбросить миллиардеров и посчитать окажется довольно быстро все падает потому что у нас уменьшение численности населения это же самый прямой показатель реального уровня жизни да то есть современными деньгами может быть есть какой-то рост но точно не от стабильности а если подойдет время исчерпания ресурсов хотя бы самых основных ну вот вода уже на грани воды скоро уже не будет питьевой а у нас может быть и человеческого значит и тогда не будет уже ни стабильности ни роста и что тогда делать ведь тогда придет момент принимать решение всерьез а что делать с этой системой те которые все богаче и богаче и как африканцы ракушками набивает свои обувные коробки миллиардами долларов да что они с ними будут делать печку топить так говорят их жечь нельзя от них дым какой-то ядовитый есть они и будут не будут они их есть что с ними делать то есть этих людей наступит момент что этих людей надо будет убрать а вообще количество вот такого рода людей не такое большое их уничтожить физически не буховечка проблема если они дождутся этого то я не знаю как будем выбираться но вы же помните что какой-то период у нас ведь тоже думали что они успеют убежать в Баден-Баден какой-нибудь да 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 было и такое успеют туда приезжали выяснили что они там нахрен никого никому не нужны то есть тем кто там сидит и набивает себе карманы не думая о стране и людях и не учитывает всего о чем мы тут сейчас говорим надо ведь думать об этом иначе будет просто поздно я не то что там кровожадные психику надо же что-то делать надо же останавливаться и принимать решения значит почему я сейчас об этом особо говорю у нас я в прошлый раз говорил уже в 92 году состоялась конференция в Рио-де-Жанейро по итогам которой в присутствии там 60 или 70 вождей разных стран журналистов и ученых ООН и так далее было сказано что нынешняя экономическая система не устраивает уже никого 92-й год но еще был ресурс Советского Союза это было почти 30 лет но развалились Советский Союз и на какое-то время уцелели но вот смотрите что происходит 18-й год вернее доклад вышел в 17-м но он считается на 18-й такой есть Римский клуб это Римский клуб в докладе на 18-й год пишет произошло вырождение капитализма 98% финансовых операций носит спекулятивный характер вообще по 98% повторяют уже лет 30 но на я в книге Берна Леетара читал она была написана в начале 90-х и там тоже 98 это финансовые спекуляции 2% получает реальная экономика я не знаю как они считали 98 или 99 99 теперь уже но там же наверное ведь речь идет о другом почему это так сейчас заметно ведь финансовые кризисы разного случались и раньше но почему они не были так пагубны для человечества в целом потому что если мы возьмем например тот период когда еще не было ну так скажем федеральной резервной системы которая ну из создала задала новый толчок ну так скажем банкстеризации всего мира назовем это так собственно доля финансового капитала финансовых операций во прибыльности экономики человечества составляла 5-10% а сейчас это составляет больше 50 на сегодняшний момент мало того что институты еще это обросло институтами и структурами вокруг этого да огромное количество людей в этом задействовано со своими интересами и желудками но ведь еще же ситуация такая что когда у вас происходит шторм на 10% это одни последствия а когда у вас штормит амплитуда совсем другая смыть может значительно больше представляете себе весь тихий океан значит сейчас взял и да оно ведь растет вот этот пузырь а насчет пузырей кейнс был такой экономист говорил что на здоровом здоровой реке экономики могут быть и финансовые пузыри но если значит нездоровой реке пузырей одним из пузырей становится сама экономика то работа была плохо сделана вот так вот печально говорит а фидель кастро говорил вот что мировой экспорт составляет чуть более 6 триллионов долларов в год а спекулятивных операций с валютой совершается на сумму около триллионов в день надут огромный финансовый пузырь на котором наживаются отнюдь не народы они напротив только теряют наживаются единичные миллиардеры однажды он лопнет в силу неизбежного закона и начнется крупнейший кризис а страдать будет именно народ вот эти вот полтора триллиона в день это двухтысячный год он еще был жив и говорил такие вещи а 2016 было пять триллионов в день это пузырь а тут сидят люди целенаправленно придерживают деньги одной страны чтобы купить деньги другой стороны когда они подешевеют и перепродать когда они подорожают причем вот прыжки нашей валюты между прочим показывают что кто-то целенаправленно работает против нас и я не думаю что это обязательно иностранцы получила медаль как лучший центральный банкир в тот год когда у нас в очередной раз были девальвированы в 2014 году когда у нас в очередной раз была девальвирована вдвое валют откуда берется эти пузыри ну вот ростовщические деньги они поступают в оборот их оборачивают возвращают куда их девать банк не может его просто так держать он должен где-то что-то получать он начинает покупать акции облигации еще какие-то штуки надувает пузырь хотя бы на промышленности но он пустой в это время кто-то еще берет кредит опять возвращает опять идут куда-то наконец накапливаются такие суммы громадные что передвижением этих сумм можно влиять на целые стороны этих кризисов было был тихоокеанский кризис был японский кризис у нас в 98 году в аргентине в каждой стране были такие кризисы когда вала вдруг бах убегают триллионы страны все рушится это влияние деньги влияют таким образом на экономику страны жизни у нас же не всегда так было значит то есть то что это происходит это происходит то что он сейчас эта система пузырей достигла таких размеров что это уже опасно не просто опасно 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 скажем так говорят те же самые мудрецы из римского клуба вот чего они говорят переизбыток капитала фиктивных на доходных сферах они не сторонники социализма сторонники капитализма но переизбыток капитала на доходных сферах а направление от которых заведут будущие планеты испытывают дефицит средств здесь переизбыток здесь дефицит о чем я все время говорю из-за процента здесь дефицит из-за того что там не знают куда деть у них переизбыток наблюдаются избыточные потребления одних стран недостаточные в других глобальный сбой в распределении продовольствия это вот сидит римский клуб думают целый год наконец собираются вот что у нас происходит что делать если бы они учитывали свойства денег в том числе вот эту функцию они бы может сделали одни выводы но они делают другие они предлагают создать центральный всемирный банк для управления центральными банками но центробанк центробанк да и достичь чтобы устранить глобальный дисбаланс но это уже было пытались сделать дело с троскана и так далее ну а как же ввести налог на финансовые операции вот если ввести еще чтобы были деньги то может быть тогда но это вот растет я говорю за 18 лет 16 лет с полутора триллионов до пяти триллионов в день в день это ну это представить себе невозможно что еще они предлагают создать глобальный налоговый орган бороться с налоговыми убежищами там типа офшоров в общем они пытаются обрубать следствие что такое ощущение что это инъекция в протез да 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 именно собираются значит обрубать следствие не обращая внимание на причину устройство денежной системы она пережила себя она должна исчезнуть она должна быть заменена мы в тот раз говорили про дополнительные деньги про значит деньги малых сообществ деньги взаимного кредита советские деньги массовые рядов нужно изучать и понимать для чего того что годится если у человечества в целом что вряд ли хотя бы у стран или сообществ стран есть какие-то цели планы что-то сделать конкретное а не получить прибыль то они могут этого добиться опыт советского союза показал если ничего этого нет и главное как говорит тэтчер получить прибыль любой ценой ну значит нравится все что приносит прибыль помните 30 лет назад один небезызвестный академик рассказывал в советском союзе помните как удалиться от этой системы вот попытки советский союз корея ну корея ж такая ужасная корея ужасная да там же это самое расстреливают всех родственников по ночам из зенитных пулеметов да а потом съедают сырыми я слышал сырыми разве ну наверное значит в кндр есть такая идеология чучха или чучха как правильно выдвинутую вождями семьяки это идеология опоры на собственные ресурсы мы сами можем делать все там ресурсик то маловат но между тем используя деньги аналогичные деньгам советского союза двухконтурные то есть рынок где есть наличные и группа производства значит инфраструктуры и промышленности безналичные беспроцентные они строят города имеют прекрасный транспорт имеют нормальные вооружения свои танки самолеты свои ракеты своя атомная значит отрасль создается маленькая страна но делает почему у них есть большая цель очень большая цель выжить выжить у них есть опыт свое время американцы сбросили на их маленькую страну весь боезапас что у них остался после второй мировой войны почему надо же было куда-то это деть хранить дорого распроизвели надо использовать они уничтожили в этой северной кореи все строения все вот буквально все до последнего сарая и до москов с которых значит корейские крестьянки белье стирали а мальчишки рыбу ловили все все дороги все мосты все уничтожили и вот они этого больше не допустят чтобы не допустить надо иметь ядерное оружие они работают они создают оружие они вкладывают и при этом живут я не думаю что они там умирают с голоду тяжеловато у нас 30-е годы тоже жили тяжеловато но знали ради чего и сделали и жили все лучше если бы не некоторые решения поздних властителей и до сих пор мы жили вот в чем дело то есть это опора на свои силы это одна из целей возможных решений вообще я скажу я вот все время деньги на самом деле конечно социальный строй важнее денег то что у них там именно власть выше собственности да социализм это важно о том же говорил и товарищ Сталин мы должны строить наше хозяйство так чтобы наша страна не превратилась в предаток мировой капиталистической системы чтобы она не была включена в общую систему капиталистического хозяйства чтобы наше хозяйство развивалось как самостоятельные экономические единицы опирающиеся главным образом на внутренний рынок на смычку нашей индустрии и сельским хозяйством нашей страны я понимаю откуда идея чучка влетела в голову товарищу Ким Мерсиану он тоже читал наверное правильную литературу в свое время значит а либерализм ищет другие противовесы вот ну наверное правильнее сказать неолиберализм все-таки мне вот это больше нравится Примаковское это определение то есть он разделял классический либерализм современный он говорил неолиберализм нет ну цитата хороша к сожалению я ее в свое время для книги откуда-то взял потом куда-то сохранил использовал у меня исчезло где он выступал это премьер-министр Бельгии ностальгия по изолированным местным сообществам с их жалкой культурой свойственно только консерваторам тягачащим к прошлому или правым экстремистам или религиозным фанатикам угрожающим цивилизованному миру Библией и Кораном вот это вот угрожающим миру Библией и Кораном меня потрясает это великолепно то есть вот вот понимание вот они злонравия достойные плоды вот понимание образованными людьми Европы того что происходит понимания нету раз уж произошла речь о коране значит в коране есть запрет на ростовсичество на проценты так и говорится что бог поощряет торговлю не поощряет рост то есть меняться товарами пожалуйста в рост деньги или там продавать в кредит который предусматривает рост нельзя и в силу того что в некоторых странах ислам государственная идеология и деваться некуда надо выполнять возникли исламские банки вот я говорил разные есть методы решить проблему заменить на такие деньги и так далее вот есть целые банки которые не такие как обычные чем отличается исламский банк он участвует во всех хозяйственной жизни если человеку нужны деньги он хочет чего-то там выпускать и так далее он приходит в банк и банк входит ему с деньгами в его дело он вникает куда идут деньги банк участвует в рисках если идея провалилась банк теряет вот собственно не кредит это да это инвестиция по сути дела нам все говорят и консалтинг нам говорят все про инвестиции а на самом-то деле когда речь о кредите идет очень часто целенаправленно путают эти кредит и инвестиции вещи разные да да значит когда дают кредит и все банки как они действуют когда они дают кредит они рассчитывают получить свой процент свою прибыль они ничего не делают они просто дают и сами напечатали сами дали сами получили прибыль и рады и стали надувать пузыри и еще постоянно растущий да а здесь банк он дает деньги он получает доход если дело удалось он часть прибыли которая получается у предприятия в результате создания чего-то материального он получает но не процент процент он не получает есть есть другие варианты там когда по заданию клиента чего-то покупают для него или там страхуют и предоставляют там несколько таких вариантов как этот банк работает но к сожалению единственная страна где полностью исламские банки действуют никаких других нет это иран в турции поэтому это основной противник сша как кластер транснациональных банкирских корпораций может быть в турции есть и те и эти банки и опыт показал что во время вот кризиса недавнего эти схлопывались позже то есть вот те банки которые работают по западным правилам быстренько разорились прекратили деятельность эти продержались что до сих пор они уменьшили обороты но они существуют то есть в обычных условиях они менее прибыльны чем ну что значит обычные сейчас может обычные другие будут вот а в кризисные моменты они стабильнее то есть вот такая вот вещь работает ну и в других странах есть и те и эти то есть ну предоставляется возможность гражданам самим решать потому что там же в коране написано бог сам рассудит кто из вас был прав аллах дал вам значит корана другим дал евангелие он сам рассудит кто был прав соревнуйтесь в добрых делах вот между прочим чего надо делать вот тот самый коран которым отдельные товарищи угрожают премьер-министру били оказывается вот такая вот история вот ну вот что у нас получилось с этой темой ну я честно говоря очень рассчитываю что все таки наш мир поумнеет немножко с нашими усилиями тоже поймет что деньги счастья то в общем то не приносят как таковые да по каком то периоде конечно деньги укрепляют нервную систему ничего нельзя сказать но если поставить себе задачу только за ними и охотиться посвятить свою жизнь как белка в колесе именно как белка в колесе в пустую тратить свои энергии столько всего интересного в этом мире сколько же можно познать нового да а это все уходит в холостую на борьбу с бабьегами из них чемушная борьба но даст бог мы сами не оплошаем да будем продолжать нашу деятельность объясняя публикуя рассказывая может быть будут какие-то перемены но если мы не будем этого делать то их точно не будет но на этой ноте мы закончим нашу сегодняшнюю передачу Дмитрий Витальевич спасибо до новых встреч через некоторые периоды мы еще организуем несколько читайте умные книги всего вам доброго до свидания спасибо за внимание times ем и Продолжение следует...